Давай иди сюда, давай. Перед работой, Валенька, посидим. День у нас будет рабочая. Уже включил камеру, уже снимаю. Мы вот еще не поели сегодня. Гляжу, ты открываешь Новый Завет. Это приятно видеть. Ты открыл еще, что-то припомнить или запомнить? Запомнить. А когда пошел, почему ты Новый Завет не положил на стол, а на скамейку? Ну, стол мне показался нечистым, чтобы вытереть. Стол нечистым, а это чистый, да? Ну, да. А чем он нечистый-то? Стол может быть нечистым, мы за ним едем, сидим. Там капля какая-то попала, а дальше там чистая. Я у бабкистов был, и они когда считают, и на скамейку говорят, пусть семь садитесь, и разница-то большая, все такие. Они не стали ложить. Подобающее место, возвышение, престол, но ниже. Можем в следующий раз на пол поставить. Убери, больше никогда не вложи. Новый Завет. Меня спрашивают, беседую, когда на память перевожу места Писания, а как вы это могли запомнить? Ну, действительно, одно место – это ладно. Вот я говорю с беседой о втором пришествии Христа в Новосибирске с Баптистами. Ну, они там четыре места, они любят Библию, потому что другого не было ничего, там соборы, все это у нас не принято. Ладно, я должен по Библии отвечать. Ну, что они пришиты? Пришли, как всегда, вооруженные, думают они так по себе. Они приводят четыре места Писания, которые говорят о том, что будет когда-то тысячелетнее Царство. Ну, и все, отсюда весь расклад. То есть три пришествия Христа, не два. Первое – когда родился от Девы Марии, второе – тысячелетнее Царство, и третье – когда Страшный Суд. Православные, я не знаю, сколько людей было, но люди были. Я им начинаю говорить, цитирую, никакой бумажки он тянет. То есть 72 места Писания. Иное место Писания – это целый пакет. То есть стихов пять тоже. Как? Это я не могу объяснить. Просто я услышал «глаз Божий». Для меня это не бумага, не буковки, а именно Слово Божие. Я в такт сердца буквально нашел, как монахи молятся. Я говорю, что в такт сердца было есть и хазм, молитву. У меня при чтении такое, как бы, нет, этого еще не было. Что я искал, сколько лет и нашел это. А так как я знал, что рано или поздно меня заберут, забреют, мне нужно было сохранить это все. А это я все почерпал. Беседы с сектантами из книги «Ревнитель», не книга, а журнал. Подшивка была большой, по размеру вот такой вот. И пишу четыреста, кажется, страниц. Я ее на несколько раз проштудировал, законспектировал. И законспектировал всю эту книгу, ну, размер, допустим, Клеточная тетрадка, четыре листа. Место писания, перестрелка. С этого места писания, где дальше найти? Вот как поисковик сейчас дает, Тимофей Ха составил. В то время этого не было, симфонии у меня не было. Мне нужно было знать, где перейти. Теперь, как это сохранить? Я знаю, у меня брат живет неверующий, но я могу у него кое-что оставить. Я у него копию оставил. Помню, еще сделал, еще, еще, еще. В разных местах. Если я буду сидеть долго, берутся, удастся, то у меня будет конспект. Конспект, вот все, на 1400 страниц. Главное мне место писания указать. А дальше у меня все всплывает. Толкование. Я еду в Латвию. Там нуждаются в правильном понимании откровения. Андрея Кисарика подойти из-за книга. Настоящая книга. Полная. Вот на основании ее, как центральный стержень. Все остальное у нас в трехтомнике. Отец Геннадий Пас берет. Мне надо это запомнить. Я его конспектирую многовато. А, конечно, вот такого размера заплесная, как у тебя Новый Завет. Я начинаю заново переконспектировать, запоминать. Еще, кажется, большая. Я конспектирую еще раз. И теперь это у меня уменьшается на один лист. Полное толкование откровения. То есть запоминание, повторение, мать, учение. Не так, что я прочитал и запомнил. Да нет, конечно. На работу еду, у меня картоночка. Одна, вторая, как вот Володя делает эти картоночки. Я еду на велосипеде, растутил. А, какое слово? То есть приводить абсолютно точно, дословно, с запятыми. С указанием книги, главы, стиха. Это любовь. Это жажда. А, скажите, Осипов там другие знают? Нет, конечно. Нет. Почему Андрей Кураев выделил у меня, говорит, особый пиетет к Священному Писанию? Что такое это слово, означает пиетет? Ну, может, благоговенные отношения? Да. И одновременно благоговение обращает любовь. Сейчас потом на сапоге сразу вспоминаю все места писания об обуви. Вот сегодня утром мне какую-то газетку «Кошкина» и там написано, вот такой-то, такой-то депутат. И они называются «Слуги народа». Слуга не больше господина своего, раб, владителя своего. А получают в пятьсот раз больше учителю министр просвещения Литвинов. Пятьсот раз! Ну что у него? Пятьсот человек в животе сидит. Я дальше начинаю рассуждать. Уже нигде по написанному нету. А почему? Почему апостол так не делали? А воспользовался ящиком? Допустим, брал хитрости. Воспользовался? Нет. Отсылал его со землянами. Я могу в эти слова подписаться и сказать точно так же. Да, мне давали деньги. Да, я был в Америке. Там один подошел и сразу мне пять тысяч долларов подписал чек, который я могу здесь опорнить и получить. Но воспользовался ящиком? Ни одним центом. Ни одной копейкой в дороге, когда я беру с собой полмиллиона, она только на бензин. На горючее. А они берут мороженое, никогда не брал, никогда. Даже губы не заморал. Берут рыбу, я с сухарями обойдусь и все. Но я с ним узнаю, что это дешевое, дешевое такое было. Но сварили вместе, тогда уху похлебал. Почему? Не без напряга. Мне это... Ты видел вчера, как вот Надежда Васильевна? Валя увидала, глухонемую. С ней и гляжу маящить что-то. Никто ничего не знает, что она уже ей дала задание, а та доброе. Она тут же пошла и несет арбуз. Я говорю, ты что делаешь? Они и так нам все время подсовывают, на крыльцо положат, не подпишут, не знаешь, кто дал. У меня и сжога. Говорю, что она и сжога? Все инспектора на дороге сдохнуть должны. У меня и сжога. Тогда по боку все правила. Ты внутри черстый человек, ты не чувствуешь, этого делать нельзя. А она пошла, а ей за 60 лет, она пошла и несет большую арбузу. Я разве прикоснусь к нему, как Давиду? Сына крови этой воды. Он вылил ее. Почему не чувствуешь? А могу я дать те же чувствования? Не могу. Никак. Вот так в Священном Писании. Священное Писание вливается в чистую душу. А ты чистую душу имеешь. Если бы я был чистый, был бы на небе, а я на земле. Но стремиться к этому надо и чувствовать. Вот это вот это. Вот у меня дяди были, где-то верующие, чтобы я одному где-то нахамил там или сказать. Даже помыслить не знаю. Вот дорога едем. Игорь Третьяков, он может что угодно ляпнуть. И Сергей Пупков такой же. А я говорю, будь на вашем месте Михаил Кальмаев. Он мог бы сказать это. И вот он здесь. Даже гипотетически это нельзя предположить, чтобы он так разговаривал. Тем более, ну ты знаешь, кто мой друг. Ты меня называешь духовным овцом. Я тебя не прошу. Но ты говоришь, он раз так поступает. Я от этого не в ущербе. Но мне за вас обидно, кажется, за державу обидно. Самое маленькое вот это вот, оно должно тебя трогать, как натянутая струна. Вот вчера меня убеждает таким ласковым голосом, Елена. Пасти. Вот никак. И рассказывает. Я говорю, а ты как? Кто у тебя ученик? Ты его возьми с собой на поле и поси, и учи. Вот один выход. А она этот вариант пропустила мимо. И начала тут снова звонить. Я договорилась, что вот сегодня, у нас 6 сентября 17-го года. Там ящики попасут. А завтра, что-то ехите, был до обеда даже. И здесь она старалась уж так мягко. Все. Я говорю, мы даже трактор не брали. На себе мешки ребята таскали. А почему? Уборыша. Не дай бог что случится. Да вы что даже? Разве? То есть вижу, она искренна. И не потому, что там подлизывается, чтобы я тебя отдал. Ты сейчас в цене. Ты в течение года никогда не будешь иметь такой статус, как сегодня. Здесь нуждаются в тебе. За невыносимостью обстановки никого нельзя послать. А тебя доверяют. Относительно писания, я говорю, это любовь. Вот так сидеть, запоминать, считать. Нет. Я просчитал. Раз. Насчитал на интернете. Видно, я насчитывал. Второй раз. Первый вариант. Кое-где маленько остался у меня. Так. Пленки. А второй вариант. Это уже на компьютер насчитывал. Более чисто. А чтобы так вот сидеть, я просчитал Библию сорок раз. Я не могу сказать. Я могу сказать, что я просчитал ее два раза. Два раза абсолютно точно. Вот Библию от корки до корки насчитать на пленку. И трехтомник. У меня был Инка Пресс. Архипелагулок. Это тоже. Библию с неканоническими книгами. Это я начинал Рома за 30 дней. 30 дней. Что-то запомнилось. А вот теперь, где я открываю, каждый день я отвечаю по Слову Божию. Я знаю, где написано. И я тогда просчитываю, что там есть. То есть у меня вот такой подход. А там мне никак не касается истей. Мне ее считать незачем. Я там ничего не нахожу. Нету. У Талии-то я нахожу. А у Исферии, канонической книги. Или Иудеев. Я там тоже ничего не нахожу. Еще буду считать параллепоменом. Половина имена перечисляются. Я знаю содержание. Но туда обращаюсь. Как запоминаю. Вычленяю самое необходимое для меня. Я этим пользуюсь. А рядом, которые места, те только подталкивают к размышлению. К этому. Понял? Значит, мы сейчас идем на работу. Я все утро размышлял о зарплате депутатов. Какая ложь. Почему они столько берут? Потому что безбожники. И им будет сказано. Вспомни. Ты получил доброе в жизни твоя лазерь. А учитель сельский злое. И поэтому ты на ней страдаешь. Он утешается, если верующий. Я вот этими кругами все утро здесь разговариваю с котенком. И говорю о самом все размышлении. Какие у них мысли. Это во времена советской власти немыслимо было. Чтобы секретарь райкома партии получал в десять раз больше простого работяги. Ну не было. Ограничитель был. Выше этого нельзя было. У меня вот, я служил семьдесят два рубля. Ну были люди, которые получали двести, триста. Ну и все. Ну в пять раз. Там по должности. А чтобы он получал пять тысяч, это никто не слышал. Этого не было. То есть это они, то самые выкормыши эти. Оттуда возросли по нам где-то. То есть они хуже коммунистов. Хуже. И что сейчас делается? Все абсолютно. Абсолютно везде. Особенно отношения к дружинке сельского хозяйства. Когда цены не поднимаются, а падают, а горючие все дороже. То есть убивают независимость страны. Они невозможны. Он не может возвратить деньги, которые потратил даже. Это разрушители, враги. А что? Вреди не анекдота. Сталин будто появился в эту думу. Ой, все соскочили. Приветствую, Осип, ты соревновываешь. Мы так нуждаемся в советах ваших. Вот скажите, что делать? Мы сделаем. Ну, чтобы изменилась обстановка. Он говорит. Всех депутатов, которые найдены, дают, расстрелять. А белый дом перекрасить в зеленый. Кто-то сказал, товарищ Сталин, а почему в зеленый? Товарищи, благодарю, что по первому вопросу. Вопросов нет. То есть любому понятность. Живоглоты, предатели. Там президент сколько получает. Меня это не касается. Но дело в том, что я вижу, что делается-то. И школы закрывают. Или здесь все одни магазины. Заводы закрывают. Точку уничтожения, растерзания государства. И вот на водителей дальнобойщиков дополнительно за километры платить. То есть родился новый. А всех можно говорить, кто это сделал. Это сделали русские. Русские это все сделали. А я смирился. Нет, это цыгане сделали. Нет. И всех охочет стоять под шляпкой. Дело до шляпки. Я говорю. А может быть евреи сделали? Так вы что националист? Вы что юдоков? Сразу. То есть неприкосновенным даже это имя. Во Христе Иисусе нет иудей елена. А так-то есть иудей. Есть ненасытная прорва. Все туда провалилось. И революция. И царь. И как? А вот он наследник. Убьем его. Завладеем. А вот и сделали. Убили. Завладели. Продули. И все. Это большая тема. Я уж не говорю про современного историка. Некоторые его терпеть не могут. Резуна. Суворов. Вот. Там абсолютно все у Виктора написано. Войны могло бы и не быть. Если царь был. Совершенно. Но я не о войне, не о чем говорю. А о писании. Писание напоминает, что не выше. Араб. Господина. А они выше в 500 раз. Депутаты. Как они начали защищать себе пенсию. Сами голосуют. Прогласовали. Все. Закон принят. Да голосует сам за себя. За безбожие. За грех. Вот там у нас депутат был. Рыжков. Владимир. Там он партию какую-то образует. И вот пишет. Он дня не работал. Вот как мы работали. С утра до вечера про потелых рубахах. Как Вера Кышнин писала. Ничего нету. И продолжение. И жизни его самое негодное. Самое скверное. Его неуважение. Еще давай еще против президента. Какие-то слова говорит общество. Парк нас. А почему? Потому что от кормушки. Немножко за хвост оттянули. А эти азоводра говорят за хвостную яму. Они не нужны. Расстреливать не надо. Ну и держать то зачем законодательные органы. Я зашел в представитель президента. Когда был у нас Власов Виктор Сергеевич. Бывший начальник политоотдела. Железнодорожного отдела. УВД города Варнаула. Очень хороший человек. Я говорю. Очень хороший человек. И он стал представителем президента. Федеральным инспектором. Как сегодня называют где-то. Ну а там осень сидит. И вот такая пачка. Ну примерно вот такая вот. Это законы которые они издают. Законы которые чуть не каждый вопреки закона главного. Я говорю. Кто знает. Никто не знает. Но если кто-то знает. И выглядит какой-то отдельно. И им ткнет. Он любого может победить. Не о совести речи. А о букве. По букве. Кто правильно ударит ею. Вот написано. И все. Так. Я запоминаю из-за того что повторяю. Повторяю. И в жизни вмонтировано у меня все это. Мои образы для нас. Для меня это центральные стихи Библии. А не потому что у меня такая память колоссальная. Да. Отец был памятливый. Но я занимаюсь и Бог не лишил по сегодняшние дня. Хотя я уже нового может быть и мало запоминаю. Потому что у меня очень большие ресурсы. Я вчера Алексея загуляю спросил. А почему нас отнесли к СМИ. К СМИ. К СМИ. За влияние нового народа. У меня просмотр 7 миллионов 444 тысячи. 7 тысяч 500 подписчиков. 600 подписчиков. Это уже сама система относит. И я должен знать правила. И правила главные. Не отступать от Библии. Жить по совести. И не лезьте где тебе пользы нету. Я никогда не разбираю там что мне делать. Я вот разбились эти артисты. Летели. Александровский этот хор. Там ссоры. Мне всех жалко. Я единственное что начинаю делать это молиться. Обсуждать это. Какая причина. Они на том свете. Как они умели плясать. Крутиться. Ничего этого не надо. Оказалось. Какой бы сильно не было. Ну. 350 километров. Ударила. Мостовую. То есть. По морю. Твердая основа. Вода. Все. Идем сейчас. Веди нас. Богород свой. Бога слава. И пирамиду. Аминь. 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 Аминь.